Здравствуй, дружок! Вот прошло время и новый день прошел. И опять время близится ко сну. Я тебе обещал сегодня рассказать дальше сказку. Что происходило во время прогулки по Млечному Пути. Напомню тебе, что сказка называется. Сказка о том, как ежик совершал прогулку по Млечному Пути. Вот. Когда, значит, ежик насладился красотой добрых миров, которые он видел в отверстии между полярной звездой и небом, а, надо сказать, ему очень было сложно оторваться от этого, потому что очень красиво то, что он видел. И ежик понимал, что он не может долго здесь находиться около этого отверстия. И эта картина настолько потрясающая, что нужно некоторое время для того, чтобы это все осмыслить и пережить то, что он почувствовал во время наблюдения добрых миров. Ну и все-таки он пошел на прогулку по Млечному Пути. Звезда-то его позвала. Вот. Поэтому ежик пошел дальше. Теперь он уже не по Радоге шел, а по Млечному Пути. Полярная звезда сопровожала его своим лучом и рассказывала ему. Ну, ежик сам видел многое. Идет он по Млечному Пути, А навстречу ему летят белые шмели. Небесные белые шмели. Вот на земле, ты помнишь, какие шмели? Они такие желтые и с черными полосками. А там шмели белые с золотистыми полосками. И глаза у них золотистые. А крылышки у них очень такие изящные, тонкие. И они тоже с золотистыми нитками. Как бы. Вот эти шмели, они собирают на небесах мед. Там на небесах, в небесных мирах тоже мед собирают. Там и пчелы есть. Потом позже ежики пчел встретят. Но вот шмели, они жужжали, значит, и рассказывали в этом жужжании своим. Рассказывали о добром золотом деде и золотой бабе. О хозяевах вселенной. О хозяевах галактики нашей. Млечный путь. Отец и мать нашей галактики. И опять же, шмели-то они жужжали. То есть, создавали такую звуковую вибрацию. А в сердце ежика эта звуковая вибрация, она слышалась как конкретные слова. Ежик понимал, о чем говорят ему шмели. Ну, а шмели были полны блаженства. Они же небесные шмели. Блаженство, радость. Они перелетали с небесных цветов с одного на другой. Собирали небесный нектар. А шмели, они же ведь собирают нектар не в соты, а они собирают нектар в кувшинчик такой. Кувшинчик из воска лепят. И в него собирают нектар, который перерабатывают в мед. И они даже угостили ежика небесным медом. Небесный мед очень сладкий. И когда его вкушаешь, хоть ты чуть-чуть его съел, ты испытываешь блаженство. Величайшее блаженство. Все твое существо блаженствует. И ты, съев этого меда, понимаешь суть того небесного мира, в котором шмели собирали мед. А еще шмели, они как бы светились. Светились. И почему их еще называли белыми шмелями? Потому что они светились как бы такие. Белым светом. Идет ежик дальше. По млечному пути. И встречает его белый лев. Тоже весь сияющий, такой мужественный, красивый лев. И говорит, здравствуй, ежик. Я лев. А ежик им говорит, здравствуй, лев. Я ежик. Лев говорит, я вот живу здесь, в созвездии льва. У нас там живут богатыри, рыцари. Благородные, сильные, мудрые. Ежик говорит, а я живу на земле. Я живу в лесу, в маленькой избушке. И у меня есть друзья. Медвежонок, сова, бурундук, белочки. Лев говорит, надо же, как интересно. А у меня тоже здесь есть друзья. Вот белый теленок, видишь, идет. Это мой друг. А белый теленок, это тоже такое созвездие на небесах. И тоже белый теленок пасется на небесном лугу. Ест небесную траву, небесные цветы. И испытывает величайшее блаженство. Надо сказать, что все, кто живут в тех мирах небесных, где полярная везда, все испытывают блаженство. И на самой полярной тоже живут. Различные существа. Ну вот пошли они дальше, значит, ежик, белый лев, белый теленок, телец. Идут и встречают они большую медведицу. Такая белая, большая медведица. Ну а большая медведица, это одно из самых главных созвездий звездного неба. Еще у нее есть медвежонок, малая медведица. Ну, медвежонок-то тоже шел вместе с большими медведицами. Поэтому и он тоже встретил ежика. Поздоровались они. Посмотрели друг другу в глаза. Безмолвно сказали все, что хотели. Ну а когда небесные обитатели смотрят в глаза, они передают небесные блаженства, прежде всего. Небесную радость, небесный свет. То, что там все светится и все светятся. И поэтому, когда большая медведица посмотрела ежику в глаза, ежик тоже засветился. И глаза его наполнили светом. И сердце его наполнили светом. И все существо его наполнилось светом. Вот стояли они так долго, смотрели, идут на друга. И медвежонок посмотрел на ежика. А ежик на медвежонка. И такое было состояние у всех. Возвышенное, припогненное. Радостное, блаженное. Что не хотелось им даже и с места-то сойти. Но надо было пойти дальше, по Млечному Пути. Поэтому пошли они все вместе дальше. Идут они дальше, идут и встречают богатырей. Тех самых славянских богатырей. В шлемах, в кольчугах, с мечами солнечными. И пока у них солнечные мечи в руках, их никто залить не может. И они этим солнечным мечом, меч воинский, солнечным этим мечом, они не пускают всякое зло в добрые миры. Потому что иначе бы зло захотело бы разрушить красоту доброго мира. А богатыри не пускают. Пошли они дальше. Идут они и встречают они белого крылатого коня. То есть такой белый конь, но еще и крылья у него. И он может перелетать с одной планеты на другую. А белый крылатый конь еще по-другому называется пегас. Он вдохновляет художников, поэтов, писателей, музыкантов. Вдохновляет на творчество. А еще на небесах есть созвездия Лиры, где живут лирники. Гусляры живут. Ворганисты, хомусисты, флейтисты, прочие музыканты. И созвездие Лиры, оно вдохновляет музыкантов писать самые красивые, самые изящные, утонченные мелодии. И там мир полон музыкальных вибраций, тончайших вибраций. Вообще весь небесный мир, он полон тончайших вибраций. Там все обитатели этих миров, у них существо, как бы, в таких чувствительных к этим вибрациям. И сердца их, они слышат эти вибрации, чувствуют, понимают, наполняются ими. И передают друг другу. Это очень удивительный мир. Очень сложно земному человеку объяснить о том, какой это мир. Вот так шли они по Млечному Пути, встречали разных существ. Белого орла, белого лебедя, белую деву встретили. А она шла такая красивая, роскошная, значит, венок у ней из небесных цветов. Вот она взяла этот венок и одела ежику. Сказал, ежик, это тебе на память, когда ты вернешься на землю, ты будешь вспоминать нас. Вот, ежик вдруг вспомнил, что он-то живет на земле, а время-то прогулки, оно же не очень большое, потому что это другой мир совершенно. В том мире еще надо суметь пребывать. И полярно ему напомнило о том, что скоро время прогулки закончится. Но об этом в следующей сказке. Сказка длинная, но интересная. Еще будет одна часть. Сейчас готовься ко сну. Спокойной тебе ночи. А завтра приходи на канал сказы сибирского шамана, и я продолжу сказку. Завершающую часть третью. Она тоже будет очень интересной. Она тоже будет очень интересной.